Здравствуйте! В эфире Рязанской телекомпании «Город» программа «Время говорить». Сегодняшний день был богат на события, и наши журналисты расскажут вам о самых интересных из них. Коротко о главных новостях. Губернатор Олег Ковалев отчитался перед региональным парламентом о проведенной в прошлом году работе. Скорая помощь работе медиков словами самих медиков. Ну а теперь обо всем подробнее. В Рязанской областной думе прошло ежегодное заседание регионального парламента, на котором губернатор отчитался перед депутатами облдумы об итогах деятельности за прошедший 2014 год. В своем докладе Олег Ковалев в первую очередь коснулся темы экономической ситуации в регионе. Он отметил, что несмотря на непростую обстановку в целом по стране, в Рязанской области наблюдается рост экономики. Региональное руководство обсудило целый спектр значимых вопросов. Подробнее в материале Глеба Галушкина. Заседание Рязанской областной думы проходило в несколько непривычной обстановке, а именно в стенах библиотеки имени Горького. Здесь перед парламентариями с ежегодным отчетом выступил губернатор Олег Ковалев. В начале доклада глава региона отметил, что несмотря на кризисные явления в российской экономике, по итогам прошлого 2014 года область демонстрирует положительную динамику роста основных показателей. Это и промышленность, и сельское хозяйство, и туризм, а также мелкий бизнес. Такая положительная динамика стала возможной в том числе и потому, что в Рязанской области сейчас реализуется целый комплекс инвестиционных проектов, объем которых составляет десятки миллиардов рублей. Работа по повышению зарплат сотрудникам в бюджетной сфере, как и в целом выполнение майских указов, будет продолжена в строго в соответствии с дорожными партами и удовлетворенными правительством Российской Федерации. В бюджете для этого предусмотрены все необходимые сроки. Бюджет 2014 года был сложным. Понимая его, мы понимали, что существуют риски по доходам. Но в течение всего года велась целенаправленная работа по наполнению доходной части, в том числе за счет увеличения федеральных средств и удешевления кредитов. В своем докладе Олег Ковалев отметил, что областной бюджет сохранил социальную ориентированность. По-прежнему в приоритете у областного правительства остаются заботы о повышении заработной платы в бюджетной сфере. Такая же картина набралась во всех субъектах Российской Федерации. Мы обсуждали эту тему в разных форматах на федеральном уровне. И на 2015 год нам предусмотрены субсидии из федерального центра в качестве компенсации в сумме 567 миллиарда рублей. Конечно, для нас это важно, получить эти деньги. Таким образом, общий дорожный фонд в 2015 году составит 3,5 миллиарда рублей, если дальше акцизы падают. Если от нас все не зависит, к сожалению, но будем надеяться, что он сохранится в этом объеме. Это позволит нам существенно повысить качество состава дорог. Коснулся Олег Ковалев проблемы наполняемости дорожного фонда. Дело в том, что в прошлом году его сумма была несколько меньше, чем ожидалось. Впрочем, в нынешнем году дополнительно ожидается поступление средств федерального бюджета на сумму свыше полумиллиарда рублей. Но, конечно, сейчас ключевой упор делается на импортозамещение. Депутаты Рязанской областной думы задавали губернаторы вопросы, касающиеся поддержки промпредприятий и агропромышленного комплекса в условиях западных санкций. Вопрос состоит в том, чтобы сейчас принять оперативные такие меры по реализации инвестиционных проектов. Они есть, их 40 инвестиционных проектов. Создать новые перерабатывающие производства, повысить качество, ассортимент. И мы вполне способны заместить ту продукцию, которую мы видели раньше, импортную продукцию, на нашу отечественную, рязанскую, гораздо лучшего качества. И самое главное, это можно сделать относительно небольшими положениями в достаточно короткие сроки. Со своей стороны мы уже видим, что нам предстоит сделать. Очевидно, мы будем работать над тем, чтобы внести определенные коррективы в закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности, чтобы в это направление работаем сейчас на закон о государственном частном партнерстве. И вот это все направить на решение, в том числе, этой ключевой задачи. Я думаю, что результат мы получим достаточно быстро. Депутаты приняли доклад Олега Ковалева в целом положительно. Ведь не только на словах, а на деле в нашем регионе реализуются проекты, направленные на повышение качества жизни всех жителей области. Создаются новые производства, строятся новые объекты. И осознать, что вот это вот сегодня в нынешних условиях можно было решить, наверное, сразу достаточно сложно. При этом я хочу сказать, что динамика развития региона и работа правительства, работа областного законодательного собрания, работа губернатора, на мой взгляд, заслуживает максимально положительной оценки, потому что есть что показать, и это ненадуманные вещи. Это вещи, которые реально можно потрогать и в системе здравоохранения, и в системе образования, и в спорте, и в развитии промышленного производства, и сельского хозяйства. И я думаю, что сегодняшний доклад, вот даже по тональности вопросов от оппозиции, можно было понять, что желания задать вопросы скандального плана, их почти не было. То есть оппозиции тоже понимают, что динамика, которая есть в регионе, ее нельзя не заметить. В целом, рязанские парламентарии отметили, что только благодаря совместной работе законодателей и представителей исполнительной власти можно удержать высокие темпы роста региональной экономики и, соответственно, достойного уровня жизни граждан. 11 марта Олег Ковалев встретился с руководителем Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым, который посетил регион с рабочим визитом. В ходе беседы шла речь о развитии туристической отрасли Рязанской области, реализации ряда инвестиционных проектов в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. В частности, Олег Сафонов высоко оценил работу по созданию туристического кластера «Рязанский». Основными вопросами рабочего совещания в региональном правительстве Рязанской области стало обсуждение вопросов развития туристского на рекреационного кластера «Рязанский». Напомним, что под эту зону отдыха отведена территория неподалеку от села Поляна Рязанского района. Там уже функционирует аквоклуб, пиатлонная трасса и развлекательный комплекс. После доклада министра культуры Виталия Попова о ходе реализации инвестпроекта по созданию кластера «Рязанский» на совещании состоялось обсуждение и ряда конкретных вопросов, связанных с развитием въездного туризма в регионе. Глава Ростуризма Олег Сафонов дал высокую оценку той работе, которая ведется в регионе по развитию туризма. Участники совещания отметили, что в прошлом, в 2014 году, был отмечен 30-ти процентный рост туристов, посетивших Рязанский регион. Этому способствовало увеличение туристических маршрутов, улучшение логистики, а также повышение качества сервиса. Впрочем, глава Ростуризма Олег Сафонов призвал более широко использовать потенциал Рязанской области. Так, например, он предложил развивать новый для страны вид туризма – военно-патриотический, поскольку в регионе есть все необходимые для этого условия. Скорая – неотложная, экстренная, специализированная медицинская помощь. Вряд ли не специалист понимает разницу между ними. И несмотря на все разнообразие скорого медицинского обслуживания, многие проблемы в этой отрасли по-прежнему остаются актуальными. Связано это со множеством нюансов, ну а подробнее обо всем в материале Алены Куколевой. Врачи скорой жалуются на низкие зарплаты, пациенты – на медленное обслуживание. В некоторых регионах страны служба скорой помощи осталась почти без врачей. Все потому, что с начала года система оплаты трудомедиков изменилась, зарплаты упали, и работники неотложки начали массово увольняться. Диспетчер скорой помощи жалуется, что ей некого отправить на вызов. Пациенты ожидают часами. Хорошо, вызовем. Вот в данный момент 36 вызовов. Бригады не одной. Идет задержка на вызовы. Вот уже задержан на температуру полтора часа задержка. Но температура какая-то неотложная, это не экстренная. Ну вот даже кровотечение у беременной 57 минут я не могу никому отдать. Совершенно. А вызов? Очень много, бригад не хватает. На срочные вызовы ехать некому. Вместо 48 машин выехать могут только 38. Причина – не хватает сотрудников. Диспетчер Елена Рахвалова работает в скорой уже 20 лет. Сейчас на вызовы уже не выезжает. Говорит, что работать становится совсем невыносимо. Приходится выходить на службу пятые сутки подряд. По регламенту – сутки через трое. Причины те же – низкая зарплата и нехватка сотрудников. Вот я сегодня сама, честно сказать, я забыла, какие сутки – пятые или шестые. Я работаю сутки через сутки. Чтобы как-то можно было нормально прожить. То есть, потому что зарплата в 20 тысяч – это грязная мин на ставку. При нашей жизни, вы понимаете, это не зарплата. С низким уровнем зарплаты работы становится только больше. Сезонно сейчас температура очень много. Очень много детишек болеют. Температура, взрослые также. Также давление много, плохо сердце много и травм, гололед. Водительные отложки Игорь Кочкарев утверждает, что в последнее время водители научились уступать дорогу карете скорой помощи. И по городу стало передвигаться проще. Есть такие, особенно молодые водители, которые пальцы веером. Им, кто мы спешим, не спешим. Они все равно стоят на своем, подрезают. Поэтому и совершаются, конечно, ДТП. Но в основном, конечно, уже идет лучше. И народ устал понимать, что все-таки, если есть возможность, они пропускают. Каждый выезд на встречную полосу и сиренами – все равно это есть уже, как сказать, напряжение, нервничание. Особенно, когда человек в машине плохо чувствует, что доли минуты какие-то решаются, довезем или не довезем, чтобы он выезжает. То, естественно, конечно, напряжение есть. Дороги – это наш бич. Это уже никуда от этого не денешься. Поэтому одно дело по хорошей дороге ехать быстро и хорошо, а с другой еще и ямки надо объехать. Водители с московскими номерами встречаются, то они лучше уступают дорогу, чем наши рязанские. Лиза Стеблевская работает полгода. Говорит, что профессия ей нравится, но со стороны пациента бывает недопонимание. Единственная претензия пациентов – то, что задержки. Некоторые, не все люди понимают, что мало бригад, и поэтому мы не можем. Они просто думают, что мы долго едем там. Наши граждане, ну, как бы не понимают, я думаю, они работают в скорой помощи. Ну, 37,5 температура. Все мы люди взрослые, ну, можно же принять таблетки, правда? Опять работает клиническая служба вызвать врача на дом. Три-четыре дня они сидят дома, никто не лечится, они не принимают ни препараты, своими, ни каким-то методом. Естественно, потом осложнения. Это пневмония, это и менингит сейчас есть. Пневмония тяжелая, естественно, уже госпитализация требуется. По данным социологов, 65% россиян довольны качеством работы службы скорой помощи. Несмотря на оптимистичный показатель, сотрудникам неотложки каждый день приходится сталкиваться с хамством и даже угрозами от недовольных пациентов. Но все меняется, когда пациент осознает, что несмотря на пробки, количество выездов, тяжелые смены и низкие зарплаты, ему оказывают жизненно необходимую помощь. Поэтому меньше критики и побольше уважения и понимания. Людям такой непростой профессии. Ну, а теперь к новостям, с позволения сказать народным. В одной из социальных сетей была опубликована видеозапись жительницы Рязани. С обращением к сотрудникам коммунальных служб. Дело в том, что несколько месяцев назад на улице Ушакова коммунальщики вырыли котлован для проведения работ, по окончанию которых оставили за собой оголенные трубы. Наша съемочная группа отправилась в поселок Строитель. Вот что нам удалось узнать. С этим видео мобильного репортера нашего города мы столкнулись в социальной сети. И действительно, выехав по адресу, мы обнаружили, что с наступлением весны тает снег и оголяет проблему не только саморазвалившегося асфальта, но и котлованами, вырытыми аж несколько месяцев назад. Канализации провоняли, грубо говоря. Вот с зимы у нас вовсе, вот зайдите в любой подъезд, хоть в первый, хоть в какой, дышать нечем. А в квартирах на первом, вот я живу на первом, это что-то. Дышать совершенно нечем. Приедут, посмотрят, прокачают колодцы. У вас забит, у вас там забит, у вас лежак. Приедут, покачают, пробьют или нет. Опять. Вот не знаю, сегодня это что-то. Вчера опять чистили. И каждый это божий день. Мы замучились. Вот что его вырыли. И толку чуть. Сказали, коллектор новый вырыли, построить, все будет чисто. И бесполезно. Бесполезно. Это что-то. Я не знаю, куда нам жаловаться, куда писать нам. Ну, говорю, вот любого спросите. Жители вот так же скажут, что дышать ни в одном подъезде нет. А что наши последние дома, вот хоть можете зайти и посмотреть. Последний раз даже, вот, по-моему, этот котлован, он был полностью залит канализацией. Вот, то есть все здесь по дороге просто текло рекой. Начиная отсюда и до конца. Вот. Ну и понятно, вонь стояла, это вообще. Оказалось, что из одной ямы вытекает целый комплекс проблем, с которыми приходится мириться жителям района. Дороги, конечно, ужасные. Я сама здесь недавно живу. Вот. И дороги здесь, наверное, уже лет 10 не ремонтировались. И вообще, вот сейчас это все потает. Вот. Помимо того, что вот эта грязь котлована, вот эти вот дороги, в общем, это безобразие. Ничего тут не устранено, ничего тут никому не надо. Все мы в фекалиях в этих, все погрязли. В подвал влезть, говорят, туда невозможно. Один раз откачали, и что толку? Там опять все течет. Все колодцы, все вот эти лежаки, они все текут, все их поразбито. Остается надеяться, что коммунальные службы уделят внимание хотя бы конкретной проблеме в этом районе. На сегодня это все новости. Ну а далее в эфире программа подробностей, которая будет посвящена Дню работников уголовно-исполнительной системы. Гостем нашей студии стал Юрий Коблецов, начальник исправительной колонии номер 6. Ну а мы с вами увидимся завтра в итоговом выпуске программы «Время говорить». Смотрите нас на Рязанских кабельных. Всего доброго. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова